Веселые непоседа первоклассники усаживаются за парты, делятся на группы и начинают рассуждать, какие дела являются хорошими и что такое добро. Для молодой учительницы Натальи Александровны Мастеровой это уже третий по счету класс, который она сопровождает на пути в среднюю школу. Доброта нужна всем людям. Пусть побольше добрым будет. И не зря при встрече говорят «добрый день и добрый вечер». И не зря ведь есть у нас пожелание «добрый час». Доброта – это украшение человека. Ребята, расскажите, пожалуйста, а что такое тебе дорогая добра? Попробуйте, понимаете. Быть добрым, помогать людям, дайте любовь и радость. И радость, правильно. И защищать других, которые слабы. Так, хорошо. Назовите, какие лучики вы видите сегодня, пожалуйста. Тепло, мир. Тепло, мир, дима. Любовь. На столах у вас лежат сердечки. Возьмите, пожалуйста, свое сердечко. Перепишите, пожалуйста, пожелание тем людям, которые будут идти дорогу добра с вами вместе. Ребята быстро определились, что пожелать. И вот сердечки уже висят на классной доске, выстроившись в дорогу добра. Перепишите, пожалуйста, пожелание тем людям, которые будут идти дорогу добра. Перепишите, пожалуйста, пожелание тем людям, которые будут идти дорогу добра. Чтобы делать добро, надо начать делать его. Так сказал Лев Николаевич Толстой. Я руководствуюсь этими словами во всех направлениях своей деятельности. Учитель должен быть артистом, чтобы вас подоражить. Врачом, чтобы успокоить. И учителем, чтобы учить. Из этого мероприятия я очень довольна, наполновался перед этим, ну, с киностудией. Но все равно я не испугался, все равно я выступил хорошо. Добро – это помогать людям, тем, кто слабый там, или кто попал в беду. Обычно я маме помогаю, мою посуду, убираюсь, мою полы, застилаю кровать. Я строю скворечники, помогаю дрова носить, печь помогаю растопить. Доброта – это любовь, улыбка, тепло. Алена Федосеева, Алексей Петров, День города.